Вы любите готовить и удивлять своих друзей и близких интересными сочетаниями продуктов. А что, если вам предоставится шанс удивить шеф-повара известного заведения? В каждый выпуск два новых героя будут готовить блюда из обязательных ингредиентов, которые выбрал шеф-повар. После того, как участники выполнят задание, шеф-повар проведет мастер-класс и приготовит блюда из обязательных ингредиентов. У кого будет вкусней? У профессионала или у тех, кто рискнет и удивит повара? Артем Старшинин, шеф-повар ресторана международной сети отелей. Стаж работы более 10 лет. Главным продуктом будет у нас являться мясо. Сейчас посмотрим, какой ассортимент нам предложит магазин. Будет немного овощей и возьмем какого-нибудь интересного продукта. Дайте, пожалуйста, кусочек. Мне бы хотелось, чтобы они приготовили, наверное, стейк. Хороший, сочный стейк. Естественно, он должен быть жареным. Возможно, они сделают салат. Я, честно говоря, буду очень сильно удивлен, если кто-нибудь из героев просто его сварит. Мы этому герою отдадим сразу в обеду. Нам нужны плотные розовые томаты. Они гораздо вкуснее, нежели, чем другие. И, наверное, возьмем еще пару лимонов. Попробуем выбрать какой-нибудь интересный продукт для наших героев. Вот я сейчас наблюдаю у нас каперсы. Может быть, кто-то задавался таким вопросом, да, что такое каперс? Так вот, каперсы – это не распустившись от ичинки, а цветка. Вот есть еще в продаже каперсы немного более крупного размера, они идут цветочкой. Вкус у них, у этих больших каперсов, достаточно пряный, нежели, чем у этих маленьких. Эти более нежные. А по вкусу они немного островатые, немного горчичные и кисловатые. Ну, на самом деле, этот продукт, он может использоваться везде. К рыбе, к морепродуктам, мясу, салатам, куда угодно. Так, сейчас мы попробуем выбрать сыр. Что нам тут у нас магазин приложил? Вот, я наблюдаю сыр моцарелла, поработать с замечательным сыром. Я думаю, что, предполагаю, что если к нашему набору мы добавим этот сыр, возможно, кто-нибудь из героев сделает закуску. Так, давайте мы еще возьмем оливковое масло, усложнить задачу для наших героев. И я, наверное, возьму еще вяленые томаты. Посмотрим, воспользуются томатами или нет. Время покажет. Мы нашли соус бальзамический. Возможно, кто-нибудь приготовит заправку на основе бальзамика и соевого соуса. Возможно, мясо они пожарят именно в этом соусе, добавят кунжут и сделают салат восточный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, дорогие друзья, я сегодня рад вас приветствовать за этим скромным столом. Сегодня вы попробуете немного, может быть, много, удивить меня. Я для вас приготовил достаточно интересный набор продуктов. Сегодня попробуют удивить меня Олег и Наталья. Наталья Халтурина или Тальяна. Певица, автор песен. Наталья успешно гастролирует по России, а также выступает за рубежом. Тальяна с легкостью сможет приготовить сценический номер, состряпать хит, разогреть толпу, но за плитой ее увидеть почти невозможно. Я, честно говоря, не знаю, чем я его буду удивлять. И для меня это вообще авантюра некая, потому что я готовить, ну, не умею. Олег Рыбкин – директор кировского цирка «Импресарио». Профили социальных сетей, что ни фото, то снимок со звездой. Он знает, какие изыски в бытовом райдере у исполнителей мировой величины. Что они предпочитают заказывать на завтрак, обед и ужин. Олег любит и умеет готовить, но даже в его списке есть ингредиенты, с которыми будет непросто. Честно говоря, я не люблю готовить рыбу. Я очень спокойно отношусь к рыбе и люблю мясо, курицу, а вот с рыбой как-то не очень общаюсь. И самое главное, чтобы не было рыбы. Честно говоря, я никогда не ела то, что он готовит, но так как мы дружим, общаемся, и у нас есть общие друзья, они говорят, что он хорошо готовит. Но я вот знаю, что у него коронный плов. Поэтому если сегодня будет набор продуктов для плова, то, наверное, мне стоит опасаться. Открываем, смотрим, что нам сегодня послали. Небеса. Небеса, да, да. Наталья, ты не посмотри, конечно. Мама дорогая. Сложно предугадать, не зная продуктов, чем удивить. Вот если это будет, например, мясо, то удивлена буду я сама. Помимо этого набора вы также можете использовать зелень, микрозелень. Набор достаточно разнообразный, интересный. Я, честно говоря, уже могу предположить, что будет. Мне кажется, я смогу только оттворить это все. Больше я не знаю, что с этим делать. В любом случае, чему-то я удивлюсь. То есть удивление в любом случае будет. Ну, что у нас есть? Овощи и мясо. Начну я готовить закуску. Ну, конечно, ассортимент не сказал бы, что такой обширный. Разбежаться можно по ассортименту продуктов достаточно широко. Поэтому как есть, так и есть. И я думаю, что изначально мы попробуем сделать микс салата. Какой-нибудь возьмем помидор. Принципо режем его на кубики. В моей жизни случалось путешествие в Италию 4 раза даже. И там мой друг, у которого я останавливалась, научил меня, что делать с помидорами и моцареллой. Это была такая очень быстрая закуска. Поэтому, наверное, я попробую ее сегодня повторить. Я люблю овощи все крупные. Чтобы микс салата был не измельчен. Формирование данного блюда, чтобы это было ярко, красочно, красиво. С каперсами мы только что познакомились вообще впервые, наверное. Самое странное, что у меня есть образование повара. Вот. Третьего разряда. И у меня даже был опыт работы повара. В детском лагере работала. Примерно месяца три. Но мы там готовили пюре, котлеты и так далее. То есть никакой высокой кухни, конечно же, там не было. Поэтому вряд ли мне сегодня этот навык пригодится. Ей нужно было бы не говорить о том, что она повар. Блюда, знаете, все не очень аккуратно. А чтобы это было все достаточно безобразно, можно так сказать. В ресторанах, заведениях мы используем... То есть у нас все должно быть и красиво, и вкусно. Дома не принципиально, как вы это будете делать. Главное, чтобы было вам вкусно. А как вы нарежете? Кубиком, соломкой, шариками? Какого значения не имеет. Моцарелла очень странный сыр. Хотя вот я знаю, что все очень любят его. Такой, на мой взгляд, безвкусный продукт. Сыр. Достаточно вкусный сыр. Это мягкий сыр, который, в принципе, я очень люблю добавлять абсолютно везде в пищу. Честно говоря, готовил абсолютно с умыслом тем, что открываю холодильник, что у меня есть холодильник, и по-быстрому нужно приготовить. Мне очень редко приходится готовить закуски, потому что я не закусываю. Ну, в смысле, нет потребности в этом виде блюда. Очень редко я готовлю. В основном мне удобнее питаться в кафе. Но я варю сыну кашу по утрам овсяную. Это, наверное, единственное, что я сейчас готовлю. Дети меня любят, когда готовят папу на кухне. И, соответственно, просят, чтобы папа там что-нибудь приготовил, что-нибудь вкусненькое. Соответственно, приходится открывать холодильник и быстро-быстро фантазировать. И в таком же ритме все это готовить. Пусть он не профессионал, но по нему видно, что он это дело любит. Готовит часто. И видно, что приготовление идет с душой. Конечно, в оформлении я не сильна, но что поделать. Моя экспертизация, она же очень острая. Так как ребята все равно не профессионалы, и им тяжело. Мое любимое оливковое масло. Вообще, я просто обожаю. Я когда езжу куда-то за границу, опять же, в европейские страны. Греция, Испания, Италия. Мне не нужно покупать там одежду или что-то еще. И еще я всегда везу бальзамический уксус и оливковое масло. Потому что для меня это прям кайф. Данный салат я бы чуть-чуть бальзамическим соусом еще бы. Достаточно такой брикантес, кисловатость. Можно было капельку масла добавить. И чуть-чуть посолить. Вообще, мясо я домой не покупаю. Даже в лучшие времена моей жизни, когда я готовила сама. Не то, что прям я вегетарианка какая-то, да. Ну, не знаю. Я равнодушна, как ни странно, к мясу, к шоколаду. Вот к таким продуктам, которые всеми любимы. Вообще, я люблю готовить, чтобы мясо было чуть-чуть подморожено. Чтобы оно было такой твердый достаточно. Вот у нас кусочек овятин, в принципе, достаточно неплохое. Жирность достаточно такая средняя, когда я уже сказала, маложирная. Я так думаю, что мы сделаем такие маленькие-маленькие, назовем стейки. Маленькие такие. С мясом что будем делать? Сначала мы с ним поговорим. Потому что я не знаю, что с ним делать. Ладно, давайте мы его посолим и поперчим. То есть мяско. Мы берем мясо, нарезаем его такими вот маленькими стейками. Без фанатизма там толщина. Если бы они сделали стейки немножко потолще, то это было бы гораздо интереснее и вкуснее. То есть я думаю, что в плане полезности мясо, когда крупнокусковое, оно идет более полезно, нежели чем оно пережаренное и перетушенное. Я сильное мясо. Так. Вот с Олей у меня, кстати, тоже не очень выходит общаться. Ну, давай. Мясо с соли в конце. Так. И что? А, ты мой зайка. Почему? Потому что у меня дома стоит просто пакетик с солью, которого я достаю соль обычной ложкой. Плита наша нагрелась. Чуть-чуть добавляем оливковое масло. В принципе, всем рекомендую оливковое масло. Я бы, честно говоря, на этом уже закончила. Но, боюсь, наш повар не захочет есть сырое мясо. Выкладываем на сковородку. Сейчас мы дымить будем, да, немножко. В принципе, мясо жарить, я думаю, что долго мы не будем. Буквально сейчас оно схватится. И вот мы его переворачиваем. Те стейки, которые он жарил, там буквально пару секунд этого было достаточно. То есть даже там проверять не надо было. Что будем делать? Значит, обжаривать мясо, конечно же, в оливковом масле. Выкладываем мясо. Особо жарить долго не будем, чтобы самую вкусность мяса мы не убили. И питательные вещества, которые находятся в мясе. Вот лично я готовлю мясо очень быстро, чтобы оно обжарилось с двух сторон. Прям на раскаленную сковородку, чтобы мясо кладут с двух сторон обжариваю. И чтобы чуть-чуть была недожарка мяса. Я бы сначала, наверное, на бумагу это выложила, а то это как-то жирно очень. Мясо жарим в минимальном количестве. Масло. Так делают вообще, я не знаю. Ладно. В общем, все, что вы думаете, что так не делают, это просто новая технология, о которой вы не знали. Я очень щепетильно отношусь к мясу. Прям когда в процессе трапезы прям привкушают такую колоритность приготовления мяса. И готовка Наташи была немножко, сказала бы так, чуть-чуть перегибала палку с жаркой, с маслом. Проверяю всегда мясо нажатием либо вилочки, либо ножичка. Я могу проверить даже мясо. То есть я чувствую, что мясо готово. Повара, они проверяют у нас руками. То есть достаточно, они знают, какой плотности должно быть мясо. Мясо очень красивое, золотистого цвета получается. Блин, это же не бумага была, это были полотенца. Ладно, повар не смотрите, пожалуйста, ладно, а то пробовать не захотите потом. Я смотрел, в каких условиях это все происходит. Условия я имею в виду порядок. Прикасаясь губами по коже, ты меня разбудил ото сна. Я, наверное, думаю, если бы Наталья не пела бы, а точнее не занималась вокалом, она, возможно, бы победила бы. Нас с тобой на две половины. А вот тут, если вы придумаете за меня, я скажу вам спасибо, потому что пока у меня только... Нас с тобой на две половины разделяет эта весна. Но это грустно, поэтому вот финал я еще не допридумывала. Мне ее вокал понравился, но мне кажется, что ее новая песня ее отвлекала. Я бы к мясу добавил вяленые томаты. Они придут более насыщенный вкус. Порежем такой соломочкой, попытаемся порезать соломочкой. Лично для меня очень вкусно. То есть сочетание кисло-соленого, немножко сладкого, гармония совокупности, вкусности. Если бы Олег сделал салат с мясом, в общем, сочетание, да, было бы гораздо, наверное, интереснее. В общем, мясо мы сделали, теперь мы сделаем к нему соус. Вот. Это будет у нас соус а-ля тартар. Мне кажется, что здесь вообще был невместен. Была бы рыба, было бы гораздо интереснее. Кстати, очень переживала, что вы мне сегодня дадите свиную голову. Или какую-нибудь тушу свиную, которую надо будет разделывать. Вот. Ну, слава богу, все обошлось каперсами. Каперсы были бы не лишними, если бы мы их добавили в салат. Приглашаю всех к столу, попробовать мои некие такие вкусности. Микс салатов, в принципе, он в быту у нас каждый день. А мясо идет на разнообразие. Есть свинина, говядина, курица и рыба. И поэтому, я думаю, что мясо следует попробовать. Когда готовишь дома, всегда же все пробуешь. А здесь как-то вот, ну, не попробуешь, а хочется. Можно пробовать, да? Я боюсь, тогда вы меня не остановите потом. Я знаю, что все, что я приготовила, это тоже вкусно. И я с удовольствием это бы съела. А вот, что у нас получилось. Вот, я думаю, это очень необычно. Назовем это тальяна. В честь меня. Вот. Вот. Очень скромная я. Ну что, друзья, пришел мой черед удивить вас. Но задействую я только из этого набора самый минимум продуктов. Сейчас нам в первую очередь надо заняться томатом. Снять кожу и сердцевину. Сейчас у нас вода закипит. Так, ну, давайте тогда сделаем заправку. Для этого нам понадобится бальзамик. Много сахара. И немного воды. Концентрат, он должен быть таким, легким. Правило, да? Все, что мы делаем, мы пробуем всегда. Ну, как иначе? Молоко. Чеснок. Базилик. Ну, и теперь немного пошумим. Добавим лимонного сока. И теперь мы будем добавлять масло. Делать, собственно говоря, мусс. И все муссы на основе масла, да, они достаточно долго взбиваются. Сейчас мы сюда добавим. Сейчас мы делаем надрезы. Только потом мы опускаем в воду, чтобы кожа прошла секунд пять. Все. Дальше убираем кожу. Свея нам не нужна, используем только мякоть. Дальше томаты нарезаем кубиком. Не очень мелким, в среднем. Где-то сантиметр на сантиметр достаточно будет. Мы возьмем вяленые томаты. Точно так же кубиком нарежем. Необычное сочетание свежих томатов, времена и вяленых томатов. То есть, ну, дается некий такой интересный вкус. Так, заправляем оливковым маслом. Наливаем заправку. Выкладываем томаты. Мы рвем моцареллу, для того, чтобы она была, некая такая небрежность присутствовала. Вот все это вот так вот делаем, выдавливаем. Тартар из томатов, живой моцареллы и мусса из базилька. Друзья, я вижу, блюда у вас уже подготовлены. Я надеюсь, сейчас мы будем вместе с вами удивляться тому, что вы приготовили. Ну, давайте начнем с Натальи, с такой некой закуской. Это самый вкусный кусок. Самый вкусный. Да, обязательно базилик захватить. О, я знала, что это будет чудесно. Мясо, да? Да. Я не боюсь, ну ладно, пробуйте. Боишься? Я не боюсь, мне кажется, что вполне съедобно, что наш повар еще проживет долгую счастливую жизнь. Я тоже, наверное, и не надеюсь. И мое мясо в этом не помешает. Оно заряжено на любовь, если что. Я чувствую. Это прям плюс должен пойти мне сразу. Так, ну, с этим все понятно? Все это перемешал. Приготовленный. Готовность делал бы так. Он был изначально перемешать, а потом уже попал бы трапися, все перемешал. А это похоже на карпаччо, да? А, карпаччо – это сырое мясо точно. Ну, на что-то вот... Похоже на меня. Именно вот сочетание томата вяленого с слегка обжареной гвядиной, я думаю, что... Наверное, я все-таки буду склонен к этим блюдам. К этим моим Натальям. Нет удивления мне вообще. Может быть, это где-то... Ну, я предполагал, что будет мясо жарено и будет овощной салат. Либо, вот, томаты с моцарелой. Вот. Лично мне, конечно, ближе – это вот овощи и мясо. Это я достаточно часто употребляю в жизни. Я люблю мясо и овощи. Победу мы отдадим сегодня аребью. Вот. Во-первых, здесь больше продуктов использовано, то есть больше вкуса. Что касается по мясу. Жестко, жестко. Здесь тогда вот с этим сочетанием должна быть рыба. То есть... Да, согласно торта. Лимон мы сделали к рыбе. Ну, правило есть правило. Поэтому победу мы сегодня отдаем Олегу. Спасибо. Браво. Очень нравится готовить. Тем более, когда я готовлю, я отдыхаю. Наталья, не держите на меня зла. Ну, на самом деле, я была готова к этому. И поэтому никакой грусти у меня нет. Мне понравилось участие. Было классно, весело, интересно. Вот. Для меня это, наверное, главный критерий вообще в моей жизни. Да, в любых мероприятиях и в любых событиях. Вот. Не победа. Поэтому Олега я поздравляю. Вот. Рада, что приняла участие. Понимаю, почему он выиграл. Надо любить то, что ты делаешь. Если мы любим, мы это делаем. Иначе зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова